Хорошие смартфоны в последнее время на рынке появляются все чаще и вопрос, что ж, блять, взять, становится все более острым. Особенно болезненные процессы проходят при выборе очередного топа, ведь денег за это удовольствие зачастую приходится отсыпать немало. В данном ролике мы поговорим про многообещающий флагман из Поднебесной по имени Huawei P30 Pro, который уже вовсю рвется опустошать ваши кошельки. С вами Сергей Шихайлов и проект Firm.com, давайте же узнаем, стоит ли отдавать за него свои кровные. Начнем с внешности, для начала коротко, все отлично, теперь развернуто, дизайн устройства не нов, что-то похожее мы видели в более ранних моделях Samsung, Nokia, Xiaomi и конечно же Huawei. Перед нами обмылок с максимально скругленными и утонченными гранями по бокам, выглядит трендово, футуристично и суммарно очень приятно. Очевидно, что фирменный стиль выдержан, тридцатка выглядит как переосмысленная двадцатка и это несомненно хорошо. Что касается материалов, тыл стекло, фронт стекло, ребра металл, в нашем случае покрытые глянцевой краской, опять-таки визуально все безгранично круто и даже в какой-то мере гламурно. С точки зрения практичности, что очевидно, дело пахнет аммиаком, аппарат нежный, ронять его строго противопоказано, к тому же устройство неимоверно скользкое, если у вас повышенная потливость рук, юзать P30 Pro без чехла я бы вам крайне не рекомендовал. С другой стороны, по этому вопросу можно придраться едва ли не к любому современному флагману, все скользкое и нежное, о таке вот дитько. Что касается корпуса, отметим также важный момент, гаджет защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, это очень хорошо. Продолжает парад хороших новостей информация о том, что под капотом этого гаджета скрывается NFC-модуль, которым мало кого удивишь во флагмане, плюс катушка беспроводной зарядки, способная работать в двух направлениях. То есть, благодаря ей и смартфон умеет кушать от зарядной станции, и самим P30 Pro можно заряжать другие устройства, просто возложив их на задник девайса. Сказать, что это киллер фича аппарата достаточно сложно, но подзарядить таким способом, к примеру, смартфон товарища в случае отсутствия доступа к розетке, им хо не такая уже плохая идея. Сканер пальца в девайсе, конечно же, есть, проживает он прямо под экраном, работает быстро, во всяком случае по меркам дактилоскопических сенсоров такого типа, и балует стабильностью. Альтернативу ему, конечно, завезли, распознавашка морды лица трудится на основе местной фронтальной камеры. Работает быстро, что, несомненно, круто. Что еще по корпусу? Первое, мини-джек в смартфоне, нема. Можете плакать вместе со мной за компанию. Второе, есть инфракрасный порт для управления бытовой техникой. Можете радоваться вместе со мной. Ну и третье, и тут мы вместе будем оху**ать. В смартфоне нет разговорного динамика. Не волнуйтесь, говорить по телефону все равно можно, и гарнитура вам для этого не нужна. Благодаря технологии электромагнитной левитации звука Huawei Acoustic Display звук передается от дисплея смартфона прямо к вашему уху. Абонента слышно нормально, хоть и максимальный порог громкости точно мог бы быть более высоким. Собственно, экран. Здесь мы имеем 6,47 дюймовую OLED Full HD Plus матрицу с традиционно кислотной передачей цвета, приемлемой четкостью изображения и идеальными углами обзора. Даже не будучи фанатом этого семейства дисплеев, я бы назвал этот экран без пяти минут идеальным, если бы не одно «но». Я говорю о ШИМ. Эта малоприятная особенность дико раздражает нашу камеру, но это мелочи. Важно другое. Лично у меня при активной эксплуатации смартфона начинали побаливать глаза. Коснется эта проблема далеко не всех. Просто кто-то морочит себе голову, а кто-то нет. В тех же флагманах Samsung это встречается не первый год, как и в пикселях, как и в OnePlus'ах. Вы же с этим как-то жили? Диапазон регулировки яркости крайне радует по своему верхнему порогу и огорчает по нижнему. Он явно мог бы быть темнее. Цветокор в системе есть, как и возможность понижения виртуального разрешения экрана. Для любителей побаловаться самое оно. Как обычно при понижении разрешения нам обещают повышение автономности. Бровь также можно спрятать. Да, я знаю, многие из вас ждали от меня этих слов. Возрадуйтесь. Также отметим наличие Always-on Display. Вещь хорошая, юзать рекомендую. Здесь вы без надобности подсвечиваете экран, будете видеть дату, время и уровень заряда АКБ. Помимо того, в оболочке можно отключить навигационные кнопки и использовать вместо них привычные жесты. Это удобно и крайне юзабельно. Дальше у нас звук через мультимедийный динамик. Он очень громкий и достаточно чистый. Благодаря этому смотреть то же кинцо со смартфона, не используя наушники, совсем не грех. Молодцы, китайцы. Через наушники прошка звучит отлично, выразительно, громко и детально. Во всяком случае, по меркам смартфонов. Для прослушивания использовались наушники YINYU D2B4 и переходник от OnePlus 6T. К сожалению, в комплектной коробке нашего тестового образца такового не нашлось. Каким будет звук через фирменный аксессуар, мы знать не можем. Так что раздувать эту тему сильнее не станем. Что с камерами? Из-за снастки здесь аж 4 сенсора. Первый на 40 мегапикселей и с диафрагмой f1.6. Второй сверхширокоуголка на 20 мегапикселей со светосилой f2.2. Третий телеобъектив на 8 мегапикселей и с апертурой f3.4. Четвертый TOF камера Huawei, которая заменяет собой лазерный автофокус и помогает смартфону предельно быстро наводиться на объекте съемки, плюс отвечает за распознавание глубины резкости и художественность боке. Если мы говорим о контенте, то дело обстоит так. Конечно, всех в первую очередь интересует переключение режимов съемки и в частности зум. Ну что же, любуйтесь. Суммарно кадры получаются приятными, но, к сожалению, камере не всегда удается правильно выставить ББ и экспозицию фотки на 5х примерно соизмеримы по качеству с 1х, что неудивительно, ведь этот зум оптический. Дальше качество, конечно же, падает. 10х вполне себе ок. 50х на любителя. Если мы говорим про съемки в полной темноте или рядом с тем, но на большом ISO, как по мне, то это просто игрушка, но, признаю, фича реально работает. Обычные фото лично меня порадовали. Если не стеснять себя в помощи, пока что еще сырому приложению камеры, перетягиванием ползунка яркости кадра в интерфейсе, получаемые кадры точно порадуют ваш глаз. Детали на месте. Динамический диапазон, как минимум, хороший. Передача красок в большинстве случаев более чем адекватная. Портреты P30 Pro, конечно же, также умеет создавать. Даже в условиях, мягко скажем, хренового освещения, камеры смартфона хорошо справляются с этой задачей, что уже говорить про дневные фото. Видео мы умеем писать в 4К. Суммарно ролики очень хороши, хоть и без особой фантастики, как в случае фото. Стабилизацией имеется возможность переключения между объективами тоже. Переэкспонировка иногда портит суммарно приятную картину, но на этом прямо-таки негативные моменты заканчиваются. В остальном без нареканий. Селфи-камера в девайсе на 32 мегапикселя, диафрагма f2.0. Снимки при достаточном освещении нам также даются хорошо. В общем, боги и богини селфи должны остаться довольны. Касательно съемки в темное время дня, вы, в общем-то, и сами все видите, без чего-то сверхъестественного. Двигаемся дальше. Железо. Процессор здесь используется, конечно же, собственной разработки. 7-нанометровый, 8-яйцевый, Kirin 980, графика 10-ядерная, Mali-G76, MP10. Оперативки в нашем образце 8 гигабайт, а системной памяти 256 гектаров. Этих ресурсов более чем достаточно для плавной и стабильной работы, оболочки устройства, служебного софта и, конечно же, игр. Танки идут на 60 FPS даже на максимальной графике, лишь изредка проседая до 58-55 в моменты эпической садомии в кадре. PUBG также крутится на максималках, и плавность здесь такая, что я все чаще искоса поглядываю на свой iPad Pro 3-летней давности. В общем, играть на этом смартфоне комфортно, и каких-либо претензий здесь быть не может по определению. Что с нагревом и троттлингом? Для начала мы покажем вам вот эту табличку. Здесь вы сможете наблюдать, что будет происходить со смартфоном при длительных и серьезных нагрузках. Что с температурой и показателями по попугаям в том же Antutu? Разглядывайте и сравнивайте с другими девайсами. На этом наши исследования не остановились. Вот вам 10 прогонов Antutu без предоставления возможности смартфону остыть. Опять-таки можете отследить просадку по баллам. Само собой, скрины обычной синтетики и стресс-тестов прилагаются. Кому нужно, ставьте на паузу. Дальше, конечно же, батарейка. Она здесь аж на 4200 мАч. Этого, мягко скажем, более чем достаточно для дневной автономности девайса даже под самыми неадекватными нагрузками. Это когда и фотки с видосами шлепать очень активно, и навигатором пользоваться, и в игры зависать, и с LTE на Wi-Fi не пересаживаться. При сценарии минимальной нагрузки, когда кроме звонков до социалок с почтой от смартфона толком ничего и не нужно, можно мечтать и об автономности в районе двух дней. В общем, оптимизация и использование АКБ тут предельно адекватная. Что со временем зарядки? Мы, конечно же, задокументировали. Принимайте очередную инфографику. Из важного, время зарядки от родного адаптера с 0 до 100% составляет ровно 1 час. Крайне распространенный Quick Charge 3.0 от Qualcomm наполняет местную банку за 1 час 30 минут. Ну а наша офисная беспроводная зарядка Xiaomi делает это за 3 часа. Вот как бы и все. Суммарно, Huawei P30 Pro получился очень годным девайсом, хоть и не лишенным недостатков. Сегодня этот продукт можно взять примерно за 1000 долларов, в зависимости от модификации по памяти и жадности магазина, в котором вы в теории будете его покупать. Да, он уже добрался до прилавков магазинов и доступен в свободной продаже. P30 Pro красив, быстро, хорошо фотографирует. Я бы даже сказал обос... Как хорошо фотографирует, обладает быстрым подэкранным сканером пальца. Имеет хитрую беспроводную зарядку, шуструю зарядку по кабелю, долго живет от полной батареи и вооружен гибким и дружелюбным софтом. Если в списке ваших приоритетов эти качества стоят выше, чем экран без лютого шим и наличие миниджек, полагаю присмотреться к этому агрегату вам однозначно стоит. На этом у меня все. В описании данного ролика ищите ссылки на данный смартфон в различных интернет-магазинах, а также линк на кэшбэк, который поможет вам экономить деньги на покупках в интернете. С вами были Сергей Шихайлов и проект Firm.com. Тыкаем лайки, подписываемся на канал, а также на наши социальные сети и делимся данным роликом со своими друзьями. Это очень нам помогает. Всем спасибо за просмотр. Пока.